Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня будет книжное видео о книгах моего сына, которые мне привезла мама. Я спрашивала в предыдущем видео, нужно ли, интересно ли вам. Многие люди написали, что да. И вот я вам их сегодня покажу. Я покажу книги, которые мне мама привезла в этом году, покажу, которые мне мама привезла в прошлом году, и также покажу, что мы сейчас читаем, что-то на английском, что-то на русском, ну, что-то такое, наше самое-самое любимое, наверное, да. И начнем, что мне мама привезла в этом году. Начну, ну, с классики, наверное, Чехов, Каштанка. Ну, это очень такое грустное, трогательное произведение. Я помню, мне очень оно нравилось в детстве. Здесь потрясающие совершенно иллюстрации. Очень красивые, вот честно, иллюстрации, вот просто выше всяких похвал. Ну, мне важно, я как художник, я люблю рисовать. Мне очень нравится, когда книги оформлены красивыми иллюстрациями. Вот такие иллюстрации здесь. Очень красиво. Каштанка. Мы ее еще не читали. Я буду говорить, какие мы книги уже прочитали, сын мой какие прочитала, и что ему понравилось, что не очень. Дальше мама привезла... У нас не было этой книги. Марк Твен, Том Сойер, «Приключения Тома Сойера». Очень тоже милые иллюстрации. Мы ее еще не начали читать. Честно говоря, она у нас... Мы ему сразу все книги не дарили. Мы какие-то части книг оставили на Новый год. Потому что если сразу повторить, это слишком много. Дальше мне очень понравился вот эта вот книга, оформление. Это называется «История старой квартиры». Автор Александра Литвина и Аня Десницкая. Вот такая вот книга. Здесь, конечно, потрясающая совершенно иллюстрация. Это о коммунальной квартире Советский Союз, знаете. И ему тут так все красиво и трогательно сделано. Посмотрите. То есть ее можно вот просто даже из-за одних иллюстраций приобрести. Это вот все, кто жители этой квартиры. Здесь вот такие вот очень красивые рисунки. Все по годам. Ну, потрясающая, совершенно потрясающая книга. Очень-очень мне понравилась. Мы ему еще не дарили ее. Она у нас лежит на Новый год как раз. Потому что она, конечно, такая подарочная. Вот такая вот квартира. Ой, такая книга «История старой квартиры». «История старой квартиры». The best. Мне кажется, ему будет интересно. Дальше. «Мальчик. Спасательные машины». Вот такие. Такая книга. И здесь все-все-все машины. Как они устроены внутри. Ну, мне кажется, каждому мальчику это очень понравится. Плюс здесь можно... Она тоже у нас отложена. Я еще ее не дарила ему. Здесь можно открывать. Давайте я вам покажу. Вот так вот открывать. И там можно дальше смотреть, что там нарисовано. Ну, классно. Все с описаниями. Даже вот есть самолеты. Ну, у кого мальчики, те меня поймут. Это хорошая книга. Следующая книга. Большая книга поездов. Вот такая. Автор Матиас Де Лео. Это железная дорога и эпоха. Вот просто вот все-все-все поезда, которые когда-либо существовали. Здесь они показаны. Тут тоже очень красивые иллюстрации. Как прокладывали железную дорогу. Вот, например, трансконтинентальная железнодорожная линия. Как все начиналось. И... И эволюция поезда. Ну, очень хорошая книжка, правда. Мне кажется, ему понравилась. Дальше покажу книгу, которую мы уже прочитали. И... Которая нам очень понравилась. Называется «Моя мама». Вот такая книга. «Моя мама в Америке она видела Буффало Билла». Автор Жан Риньо и Эмиль Браво. Вот такая вот книга. И она сделана в виде комикса. Вот с такими иллюстрациями. Но несмотря на то, что это комикс, она очень... Она грустная книга. Сразу хочу сказать, что книга грустная. Но... Ну, мне кажется, ребенку стоит читать какие-то иногда такие книги, которые... Не только веселье, радость и так далее. Немножко грустно. Я не буду говорить содержание. Кому интересно, можете посмотреть описание этой книги в интернет-магазинах. Я дам ссылку на интернет-магазин, с которого мы заказывали. Трогательная, грустная книга. Моему сыну она понравилась. Маме тоже понравилась. Мне понравилась. Ну, грустно. Грустно. Следующая книга. Мы ее еще не читали. Ян Экхель. Про лисят. Тут-то Карлсон, Первая, Единственная, Людвиг, Четырнадцатый и другие. Это вот семья лисят. Тут вот про их приключения. Очень отсвечивает. Я прошу прощения. Приятные, приятные иллюстрации. Мама мне ее купила, потому что она знает, что мы обожаем лисят. Мы любим лисят. И наш самый любимый вообще мультик, мы его смотрим с сыном, ну, я не знаю, уже раз десять смотрели точно. Это талантливый мистер Фокс. Вот это вообще, этот потрясающий мультик. Мы его можем смотреть вообще когда угодно. И вот это вот немножко похоже по иллюстрациям. Так что посмотрим. Еще не читать. Также мама мне привезла Григория Остера. Ну, Григорий Остер смешные-смешные маленькие зарисовки такие. Тоже еще не читали. Потом мама привезла мне, я ее просила, Григорий Кружков, Чашка по-английски. Вот такая вот книга со стихами. Похождение английской чашки. Мне очень понравились иллюстрации. Сейчас я вам покажу. Вот такие красивые, мне кажется, иллюстрации очень. И эта книга даже удостоилась какой-то награды. Очень приятное стихотворение. Именно вот прям про английскую чашку, про чаепитие. Очень приятная такая книга. Что тут у нас? Смотрите, какая красивая. Ну, красиво. Вот такая книга. Чашка по-английски. Так. И еще мне мама привезла письма насекомых Ольга Кувыкина. Это она уже сама сама выбрала. Тут жизнь насекомых Пелевина. Тут все-все-все насекомые. И как бы, я так понимаю, рассказы именно о насекомых. Например, «Большие успехи маленькой мушки». Мы ее еще не читали. Не знаю. Но иллюстрации интересные. Такие вот. «Личная жизнь коровок». Мило. Так. Дальше я покажу книги, которые мне мама привезла в прошлом году. Мы их все прочитали. Они просто классные. Они очень-очень-очень классные. Ну, естественно, это был «Ежик в тумане». У меня сын его прочитал, наверное, уже раза три. Ну, ему очень нравится. И иллюстрации, и сама история дружбы. Очень хорошая книга. Ну, все знаем, да, «Ежик в тумане». «Ежик», «Медвежонок». Я люблю эту книгу. Очень хорошая. Мне кажется, ну, должна быть у каждого ребенка. Трогательная. Немного грустная книга. Дальше вот такая вот книга. «Ботани...» Простите. «Ботанистика натуралис». «Ботануса дюльсимера». Это вот такое название. И там именно про растения. Потрясающие красоты фотографии. Просто потрясающие. О, не фотографии, простите, эти картинки. И там про растения и про их описание. Например, «Тыквус каретикус». «Тыква каретная». И вот здесь описывается, что же такое «тыква каретная». «Очень мило». Или, например... Давайте, что вот... «Орехус грекус шкатуликум». «Грецкий орех шкатулочка». Вот такая иллюстрация. Нам понравилось. Там что-то есть очень такое смешно. «Маргаритус музыкалис». «Маргаритка музыкальная». И вот тут изображение и маргариток, и музыки, и влюблённой пары. Ну, очень классно. «Нарцисс зеркалиум». «Нарцисс зеркальный». Вот этот нарцисс скачет. Красивая книга. И по иллюстрациям, и по описаниям очень милая. И вот эта вот книга, она очень понравилась моему сыну. «Уильям Грилл. Затерянный в Альдах». Энциклопедия Шеклтона. Вот такая книга именно про людей, которые... Путешественников в Альдах. Которые покоряли Южный полюс. Он покорил Южный полюс и хочет идти в Антарктиду. Ну, в общем, всё-всё-всё про приключения. Он даже тут подписал, что это его книга. Опять-таки, очень красивые иллюстрации с картами, с описанием снаряжений моряков, с припасами. Всё написано, всё как... Ну, то есть, от начала до конца, как этот капитан искал команду, как они снаряжали корабли, как они... Вот, смотрите, команда, кто что делает на корабле. Ему было очень интересно. Геолог, матрос, врач, фотограф, художник, метеоролог. Все-всё-всё-всё-всё, кто был на корабле. Также на этот корабль брали собак, потому что экспедиция была в Альдах. Нужны были собаки, специальное снаряжение, вот такое. Ну, я советую. Она как бы про приключения. Тут же нам показывают и географию, тут же нам показывают и карты. Сейчас я вам покажу. Вот, карты, как они плавали, как они плывут. Ну, он прочитал её на одном дыхании, я думаю, будет ещё перечитывать, потом там Северный полюс. Ну, это интересно, это очень интересно для мальчиков. Ну, мне кажется, и для девочек очень будет интересно. И иллюстрации. Вот, посмотрите, посмотрите, как показывает море, как они плывут. Ну, вот такая книга, я правда, я рекомендую её. Я все названия книг подпишу внизу. Так, и, наверное, я вам сейчас покажу книги, которые вот мы читаем сейчас активно, которые мы читали, которые нам понравились. Ну, конечно, мы читаем, читали и сейчас ещё читаем Пушкина, сказки. Это, вы знаете, такое... Мне очень нравится это издание, потому что здесь именно иллюстрации, которые я помню из своего детства. Я специально искала книгу именно вот с этими иллюстрациями. Господи, каков этот художник. Сейчас я вам скажу. Коношевич, художник Коношевич. Вот тут вот... Ну, все вы, наверное, знаете эти его мотивы. Его не перепутать ни с каким другим художником. И мне очень нравится. И Пушкин — это, конечно, наше всё. Дальше мы читаем с удовольствием Андерсона, Ганс Кристиан Андерсон. Вот такие сказки. Очень старая книга. Тоже потрясающая совершенно иллюстрация. Такие грустные сказки у Андерсона. Я когда в детстве читала, я как-то, ну, не прониклась именно вот в то, что насколько они глубокие, насколько тонкие и какие они, правда, грустные. Очень грустные сказки. Очень. Такой вот Андерсон. Винни-Пух. Винни-Пух — это просто. Винни-Пух — это такая... Ну, он так поднимает настроение. Вот почитайте его сейчас уже в взрослом возрасте, в нашем возрасте, когда мы выросли. Это такое чувство юмора, это такие персонажи. Знаете, мне кажется, каждый персонаж Винни-Пуха можно, ну, ассоциировать с любым человеком. Там столько характеров показано. Сам Винни-Пух там, Пятачок, Ослик. Я какой хороший там Ослик. В общем, все-все-все персонажи просто потрясающие истории. Ну, мы смеялись прям в голос, когда читали. Это супер. Потом вот такая вот мы читаем французская литературная сказка. Вот такая вот книга. Это старинные сказки французские. Это книжка еще с моего детства. Здесь она, по-моему, даже без иллюстрации. Здесь такие интересные сказки. Они немножко такие страшные, необычные. Здесь есть и Шарль Перо, конечно, и вот какие-то, например, Мари Катрин Донуа, Франсуа Селиньяк, Делямот, Фенелон. История Флоризы, путешествия на остров наслаждения. То есть здесь такие авторы, которых я до этого, честно говоря, не знала. Я помню, мне дедушка эту книгу подарил. Я ее прям читала, читала, читала. Но постарше была. Сейчас я ему читаю, ему нравится, но как-то так не очень сильно, скажем. Скандинавские повести, да, я люблю вообще все скандинавское. И здесь, конечно, любимые муми-тролли. Это, ну, наверное, у многих была эта книга, правда же? Одна из моих самых любимых книг. И уже перейдем к английским книгам. Те же муми-тролли, мы уже, сын прочитал ее в том году. Вот такая вот книга про муми-троллей. Потрясающая, веселая. Очень много там персонажей. Даже вот иногда мы путались вообще кто, как, что. Классические иллюстрации самого автора, между прочим. Вот эти. По-моему, муми-тролли так и... Они везде, эти иллюстрации, одинаковые. Я их обожаю. Я обожаю муми-троллей. Это просто вот мои любимые. Также сын прочитал. Ему очень нравится. Мне кажется, каждый ребенок должен прочесть. Ну, не должен, если он захочет, конечно. Ну, она, мне кажется, должна быть в библиотеке. Маленький принц — это... Ну, это вот... Это жизнь, это вот... Философия. Это настолько глубоко проникает в детстве. И потом с тобой на всю жизнь ты ее проносишь в сердце. Эту книгу, она... Она гениальная. Что уж там говорить. Маленький принц. Это... Ну, это потрясающе. Нам... Мы любим его очень сильно. Так. И покажу вам две книги, которые... Мне нравятся, как они оформлены. Это вот такая книга-карты называется. Здесь много продается вот этих книг. Есть карты, есть животные, есть легенды, мифы. Есть даже монстры. То есть у нас карты. И карты... Здесь показаны все страны. Вот тут вот такая вот карта. И оглавлением служит название страны. Ну, например. Давайте откроем. Полон. Польша. И вот такой огромный разворот и только про Польшу. И здесь их обычаи, костюмы, еда, как бы достопримечательности. Чем вообще интересна и знаменитая эта страна Польша. То есть очень интересно, очень было... Ну, нам до сих пор интересно ее смотреть. Например, Италия. Что тут у нас? Венеция. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Тут про все, про все, про все, про все. По чуть-чуть написано. Про еду, что они едят. Вот, посмотрите. Вот такие книги. Очень крутые. И покажу вам мою самую любимую книгу у сына. Ну, его тоже. Это «Лев в Париже». Беатрис Алимагна. Здесь очень трогательная история про льва в Париже. Про льва, который оказался в Париже. Очень мало текста, но, конечно, иллюстрации — это вот самое сердце. Это вот «Как лев пошел в Париж». Это как он нарисовал себе план. Вот, например, он сидит в кафе. Ну, это трогательная книга. Очень красивая. Как он пришел в луго, как он увидел Мона Лизу. Класс. В общем, это класс. «Лев в Париже». Если кто-то увидит в России это издание, берите. Получите удовольствие даже вот просто от созерцания картинок. Там текста совсем немножко, честно говоря. И следующая книга. Самая любимая книга моего сына. Вот тут просто. Она... Когда ему было три года, он смотрел уже вообще во всю. Гарри Поттера обожает до сих пор. То есть мы можем включить с любого эпизода, с любой части, и он будет смотреть. Реально. А в три года, конечно, мы ему не включали вот такие страшные последние там части, да. Но вот первую часть он мог просто вот с открытым ртом смотреть. И ему очень нравилось. Я ничего не могу с этим поделать. И сейчас мы, конечно же, читаем Гарри Поттера вовсю. Я ему купила, ну, думаю, мальчик еще у меня, мальчик. Гарри Поттера с иллюстрациями вот такой. Это самая первая часть. Сейчас у нас уже вышло две других. Ну, это потрясающее издание Гарри Поттера иллюстрированное. Это иллюстрированный Гарри Поттер. Это просто вот... Как я уже говорила, я собираю, ну, стараюсь собирать в библиотеку книг, так или иначе. И, конечно, я думаю, наверное, куплю еще и другие части. Потому что он сейчас уже их не читает. Но я хочу, чтобы они были для библиотеки, для коллекции. Это очень красивое издание. Должно быть. Будут же у нас еще когда-нибудь внуки и еще что-то. Пусть. А сейчас он читает... Ему на день рождения подарили наши друзья вот такую коробку со всеми Гарри Поттерами. Он уже прочитал первого, первую часть. Вот она. И уже читает остальные. Ну, Гарри Поттер — это, конечно, произведение нашего времени. Для детей, для взрослых тоже. Почему нет? На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Немножко так сумбурно, но я... Просили, я записала книги. Читайте книги. Читайте детям книги, если они не хотят читать. Потому что, знаете, я начала читать... Меня всегда заставляли, но я никогда не хотела читать книги. Я начала читать уже, когда я сама захотела. Это было лет в 13, и потом уже все, я не смогла остановиться. Поэтому, если, мне кажется, ребенок, вот он прям вот не хочет читать. У него отторжения не надо. Не надо. Придет в свое время, всему свое время и будет, и полюбит, и так далее. Все. Спасибо. С вами была Аленка Блог. Чао-чао. Пишите о своих любимых детских книгах. Мне будет очень интересно почитать. Пока.